день добрый это программа финансовые итоги недели в студии я андрей мазов и наш гость постоянный эксперт программы андрей чистяков руководитель тульского филиала компании бкс андрей доброе доброе или утро смотря в какой позиции вы находитесь не буду оригинальничать все зависит от того купили вы или продали прошлая неделя характеризовалась достаточно серьезным падением инвесторы все-таки выбрали путь снижения выбрали нижние цели возможно используя их для разгона для более красивых входов для того чтобы разогнать рынок не знаю посмотрим именно эта неделя текущая начавшиеся и будет в общем-то определяющий на лето что падало на прошлой неделе что более-менее как падало все падало все просто больше или меньше степени очень сильно упали энергетики более-менее стабилен сбербанк газпром показал свои годовые минимумы очень удивилась эверсталь она и упала на прошлой неделе очень сильно и отскочила сильнее всех упала отжалось упала отжалось да поэтому нарисовала такую достаточно распространенную фигуру технического анализа как повешенной с перспективой если не роста то хотя бы значимого отскока ну вот смотри я упала говоришь часть там акции по часть имитентов показать там минимумы годовые то есть время входить в рынок нет и входили то есть это нас ждет нет входить рынок инвесторам еще рано если они не вошли а если вошли то выходить нет если вошли то надо просто подождать именно этой неделе именно разрешение сложившейся ситуации а спекулянтом да спекулянтом на прошлой неделе была предоставлена возможность и прибыльно закрыть шорты и попробовать сформировать позицию именно на отскок возможный потому что перспективы повторюсь не роста перспективы отскока достаточно велики а если технический анализ позволит реализоваться некоторым фигурам например в холдинге мрс к или россети как называется сейчас там перспектива роста более 50 процентов и это ближайшее время подскажи почему не время заходить но мы же там с тобой давно общаемся и ты всегда говорил о том что когда вот как бы акции это на минимуме может быть уже и пора заходил в том что андрей никто не знает минимум ли это на прошлой неделе вы с тобой общались и я рекомендовал своим клиентам закрывать шортовые позиции начинать формировать лонги я ошибся пришлось снова восстанавливать шорты и всю неделю находиться в короткой позиции я бы попробовал на этой неделе сделать то же самое то есть купить посмотреть что произойдет и если роста не последует просто вы раз этих позиций да сейчас работает только краткосрочные идеи потому что долгосрочно только облигать только облигации только доверительного управления и как ни странно роботы давай про роботов чуть поподробнее может быть не все смотрели эту программу где мы говорили про роботов вкратце так расскажи что это очень сильно упрощаю на основании технического анализа программа продукт нашей компании бкс эксперт присылает рекомендации на приобретение либо продажу акций основные источники это смс в телефоне это электронная почта и это торговый терминал крик куда вы получаете просто окошко купить продать это чисто технический анализ без обоснования идеи просто рекомендация и вы вправе к ней прислушаться ли не прислушаться но историю этих рекомендаций и соответственно результативности рекомендации вы можете посмотреть на сайте но какого вот в этой ситуации когда знаешь как бы идеи таких нарост нет падение может продолжить в том чтобы кс-эксперт он настроен не трендово не на рост и не на падение он настроен на то чтобы отслеживать текущую ситуацию и очень оперативно и коротко на нее грубо говоря это для тех людей ну для спекулятор поможет для спекулятор да это для людей которые хотели бы спекулятивную стратегию использовать своей торговли но при этом не обладают достаточным временем или не надо достаточным навыкам совершенно верно но по поводу роботов для тех людей кто не обладает временем категорически но хотел бы поучаствовать в доходности фондового рынка существует возможность эти рекомендации приходящие от бкс-эксперта и исполнять автоматически то есть программа которая получив эту рекомендацию ее исполняет в рамках того лимита который вы выделите на эту бумагу например на сбербанк или на газпром вы же должны смотреть чтобы был интернет чтобы не было разрывов чтобы была достаточно скорость и оценивать конечный результат чтобы не быть голословным на нашем сайте 3wbcs.ru есть результаты роботы показывают от 30 до 60 процентов даже в нынешних условиях именно в нынешних условиях потому что наибольшую доходность и наибольшую результативность роботы показывают именно на периодах волатильности когда происходит резкие изменения вверх сильные падения сильные росты вот то что мы наблюдаем сейчас роботы реагируют на них очень оперативно смотри вот на прошлой неделе мы поговорили о том что есть повышенный интерес к валюте соответственно информагент тульские новости сделал про эту новость который как бы вызвал определенный интерес давай мы немножко к тули как тульские инвесторы реагируют на ту ситуацию которая сложилась на рынке на рынке дело в том что инвесторы как правило не покупают наличную валюту она им просто не нужно я сейчас даже не про валюту я вот в целом да то есть у меня хочется к нашему региону немножко привязаться то есть вот к тебе приходит же клиента да и вот горит андрей лучше делать то есть вот на пойдем положим сбербанк денег на 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 рынке все плохо что говоришь и и приходит ли они с таки приходят приходят с такими идеями что устали от рынка в том числе действующие клиенты приходят с идеей усталости с идеей апатии с идеей ничего не делания и именно такой позиции что отчет с ним пусть лучше в банке пусть лучше минимальный процент но гарантированный у меня всегда есть что им предложить все зависит от суммы которая обладает инвестор и от времени которым он обладает по этой сумме депозит вообще сама по себе вещь порочная в нашем банке есть депозиты но давать резко смотреть на вещи депозит это не инвестиции депозит это вот возможность сохранить минимальных с минимальными потерями то же самое если вы доверяете банку отдавая ему деньги в депозит на купить облигации этого но я дальше про что хотел тебя спросить а может быть для вот глобально для рынка российского да может быть это вот такая ситуация на рынке для рынка финансовых услуг может быть такая ситуация на рынке акции хороша тем что люди привыкли к большим прибылям да сейчас их нет скорее там может быть даже кого-то убытки да при этом формируется понимание что важно не потерять то есть соответственно ростом возможно в облигации друг других каких-то консервативных да я наблюдаю значительный отток именно спекулятивных денег которые раньше торговались чуть ли не ежедневно потому что мне кажется вот создан миф такой вот ну или может быть ними да о том что вот рынок акции это такая история куда люди приходят и сразу там они становятся там не знаю но почти рокфеллером или на худой конец соросами тогда этот миф создавался все конец 90 все двухтысячные года но это действительно миф потому что все таки рынок акции это удел профессионалов как шутка в профессиональном сообществе есть рынок перераспределяет деньги от резких к умным да сейчас особенно люди обладающие значительными активами уже не хотят зарабатывать много они хотят зарабатывать они хотят потерять мне кажется прежде всего да да даже математически складывается что стабильный заработок из скажем года в год определенный процент ну разумеется больше чем банковский в пределах 18-20 процентов но ежегодно это гораздо лучше чем резкие взлеты резкие падения с учетом кризиса 2008 года не очень хорошего прошлого лета до существуют большие доходности да вот есть возможность заработать и сто и более процентов но если вы на следующем промежутке потеряете какие-то средства то ваш средний результат все равно окажется около их пресловутых 20-22 максимум процентов так может быть лучше не дергаясь не совершая больших движений но стабильно получать ту же самую доходность уже без нервов хорошо сам вот эта неделя для как ты говоришь она немножко такая вот определяющая до куда идти каких-то событий мы ждем вот в ближайшее время или лета у нас камер у нас сегодня начался саммит восьмерки но там скорее больше политика там силе политика да ну там тоже будут обсуждаться вопросы и группы брик и группы пикс называйте это как хотите политика без экономики все-таки невозможно ну так же как то есть но умолить может что-то из того что обсуждается повлиять как-то на рынок серьезно да да вполне потому что могут быть затронуты вопросы долгосрочных инвестиций могут быть затронуты вопросы перераспределения денежных потоков например нестабильность на востоке на ближнем востоке может каким-то образом каким-то краем затронуть индию соответственно создать не очень благоприятные условия и деньги из интии могут пойти либо в китай либо в россию будем надеяться на лучшее хорошо это была программа финансовый итог недели у нас в гостях был наш постоянный эксперт андрей чистяков руководитель тульского филиала компании бкс с вами был андрей мазов увидимся на следующей неделе посмотрим что произойдет на финансовый рынок спасибо джебри спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...